На базе Академии наук Республики Татарстан состоялось заседание комиссии по татарскому языку. Назрел давно вопрос о создании на площадке Академии отделения педагогического образования. В Елабужском институте Казанского университета состоялся проектный семинар по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения города Елабуга. Здесь живут те, кто хочет развивать этот город, и важно услышать именно их установки. Казанский университет продолжает работу по включению астрономической обсерватории имени Василия Ингельгарта в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обсерватории, которые представляют себе историческую и образовательную сервис, вот эта сеть, она должна сплотиться. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Хайрулина. 11 лет назад, 9 апреля 2010 года, распоряжением правительства Российской Федерации, Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского университета. В мае 2010 года на заседании Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректор КФУ Ильшат Гафуров был избран его председателем. На базе Академии наук Республики Татарстан состояло заседание комиссии по татарскому языку. Подробности далее. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Государственного совета Республики Татарстан Марата Ахметова. Участие принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он является членом Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Большой объем фундаментальных изысканий ведется. Но в области преподносения этого материала, то есть каким образом смотивировать изучение в том числе и татарского языка, сегодня этим проблематикой никто не занимается как таковой. Точно так же сегодня жизнь меняется очень быстро и мы видим различные, в том числе и негативные вещи в области школьного образования. Школьного образования в целом, не только касательно татарского языка. Поэтому назрел давно вопрос о создании на площадке Академии отделения педагогического образования, который бы в том числе занимался и вопросами изучения или дидактики татарского языка и преподавания татарского языка и литературы. В своем докладе о стратегических исследованиях в области национального образования языка и литературы Радив Замалединов подчеркнул, что одним из самых больших и нерешенных вопросов является отсутствие соответствующей научной аналитики, в результате чего ощущается нехватка необходимой координации действий. Также здесь обсудили вопросы, связанные с исследованиями в области татарского языка, литературы и культуры. В настоящее время наряду с нашими успехами имеется еще ряд проблем, которые предстоит в самое ближайшее время обсудить. Было бы замечательно, если бы в объявленный президентом Российской Федерации год науки и технологий и президентом республики Татарстан год родных языков и народного единства были приняты принципиальные решения, которые мы уже довольно-таки долго ждем. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с делегацией из Республики Ирак во главе с министром нефти господином Исханом Абдель Джабаром Исмаилом. В рамках визита они посетили Химический институт имени Бутлерова и лабораторий в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. В Елабужском институте Казанского университета состоялся проектный семинар по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения города Елабуга. Все подробности далее. Участие в мероприятии приняли помощник президента Республики Татарстан Олеся Балтусова и глава Елабужского муниципального района мэр Елабуги Рустем Нуреев, а также жители и активисты, представители фондов и общественных организаций, культурных и образовательных учреждений города и другие. Здесь живут те, кто хочет развивать этот город и важно услышать именно их установки. Поэтому вся команда разработчиков казанской концепции здесь и по поручению Рустаму Нургалевичу мы концепцию Казани должны применить, отразить здесь, хотя это и совершенно другой город. В рамках семинара были определены проблемы социального, культурного, экономического и пространственного развития исторического поселения города. Также были предложены различные решения обозначенных проблем. В результате семинара сформировалась рабочая группа проекта, которую возглавил глава района Рустем Нуреев. Исторический центр не может сам собой дряхлеть, и он ценнее от этого становиться не будет. Здесь должны жить люди, здесь должна кипеть жизнь. Вот какая будет жизнь, это уже вот эта вот работа, она нам поможет понять, что нам нужно, в каком направлении идти. То, что население сюда надо переселять, это однозначно для меня понятно. Результатом встречи стало проектирование тех заданий по разработке концепции, которая поможет вдохнуть жизнь в город, оздоровить экономику, вернуть деловую активность и при этом сохранить исторический архитектурный облик Елабоги. На разработку концепции развития города запланирован один год. Проект будет реализован совместно со специалистами Казанского университета. Казанский университет продолжает работу по включению астрономических обсерваторий в список ЮНЕСКО. На круглом столе, прошедшем 8 и 9 апреля, обсудили атрибуты универсальной ценности обсерватории Казанского университета, их значения для науки, истории и культуры. Обсерватории, которые представляют себе историческую и образовательную ценность, вот эта сеть, она должна сплотиться и любое включение обсерватории из этой сети в список наследия ЮНЕСКО означает такую моральную поддержку. В Екатеринбурге прошел всероссийский педагогический хакатон «Хак Эдюкейшн» – цифровые образовательные инновации. Лучшим признан проект VR-технологии в подготовке педагогов, студентов Казанского университета. Насколько эффективна вакцина? Привились ли сами врачи? В следующем сюжете мы попытались дать ответы на самые частые вопросы. Иммунизация продолжается. Мы решили узнать у прохожих, какие вопросы у них есть по вакцинации к врачу. Отвечает на вопросы заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники Казанского федерального университета Татьяна Шляпченкова. Ну, в первую очередь, именно эффективность. То есть, насколько велика вероятность того, что я не заболею во второй раз. Тех людей, которых мы привили, это более двух тысяч уже законченных вакцинаций, случаев заболевания коронавирусом не было. Ну, как переносит человек, если вдруг что-то как плохо себя почувствует, куда, как сразу обращаться, что делать в таких ситуациях? Даже по инструкции есть допустимые реакции. То есть, когда организм работает, вырабатывает антитела, это такие реакции, как повышение температуры, недомогание, слабость. Ну, эти все состояния проходят через один-два дня. Если эти состояния длятся более трех дней, уже обязательно нужно обратиться к врачу, там, где делал прививку, или вызвать на дом, если есть возможность. Привит ли он сам? И, ну, какие советы после прививки может он дать, например? Как себя, ну, там постельный режим, вот это все, что делать? Мы все привились уже. Я уже месяц назад привилась. После прививки не рекомендуется купаться, не рекомендуется бассейн, заниматься спортом, фитнесом в течение трех дней и исключить алкоголь. Напомним, все желающие пройти вакцинацию могут это сделать в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А. Для этого нужно предварительно записаться через интернет-портал Госуслуг или позвонить по телефону 233-300. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Универньюс. В честь дня рождения Габдулы Тукая, который отметит 26 апреля, Институт филологии и межкультурных коммуникаций организовал флешмоб на одной из станций метро в Казани. На подготовку у нас ушло не так много времени, но мы справились с этой задачей и вполне показали себя достойно. 10 апреля в 14.00 по всему миру на тотальном диктанте люди напишут историю Дмитрия Глуховского. Напишет диктант и наш корреспондент Илья Андреев в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета. О всех подробностях Илья расскажет в следующем выпуске, уже после написанного им диктанта. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!